Виктор Владимирович, а вот первый день полномасштабной такой, широкомасштабной войны, что вы почувствовали, когда узнали, что Россия пошла вперед по всей территории Украины? Ну, вы знаете, дело в том, что я как бы уже во Франк Тольгеман эту войну предсказал, осторожно будет война, это можно найти у меня аж в сентябрьском, одном из сентябрьских номеров. Вот, просто это было очевидно, но невероятно, вот так можно сказать, это было очевидно, что случится, это было невероятно, потому что в центре Европы затевать войну XIX века, это значит, в общем, не понимать, где мы, что мы и почем фундиха. Ваш отец был известным дипломатом, советским дипломатом, он был помощником у Вячеслава Молотова, министра иностранных дел, фигуры номер два в Советском Союзе того времени, и он был переводчиком с французского языка у Сталина. Вы мне рассказывали в нашем большом интервью, которое мы много лет назад делали, что отец был очень тонким человеком, очень хорошо понимавшим суть советской системы. Скажите, пожалуйста, вот он же вам много рассказывал о системе, о вождях. Как вы считаете, что-то изменилось с тех пор, вот если провести параллели между Сталином и Путиным? Ну, я думаю, что хорошо, что отец не должен до 24 февраля, потому что просто его бы разорвало на части внутри, он уже много лет был человеком демократических взглядов, он всегда был очень тонким человеком, просто в какой-то юношеский момент, он считал, что это утопия иммунистическая, несмотря на все чудовищности, может как-то продвинуть людей в сторону, опять-таки, тут я бы сказал, опять метафизической однозначности, что ли, к добру. Ну, этому, как мы с вами знаем, не получилось, и здесь была очень большая разница между Сталином и Путиным, потому что в этот раз утопии не существует, идеология существует только с большими дырами, то есть их трудно зашевать, она очень дырявая, и, по сути дела, еще и изменчива в связи даже вот с этими тремя этапами военных действий. Поэтому, в общем, здесь, конечно, больше торжествует, ой, Дима, больше торжествует дворовая философия, такого губнического размаха, когда у Сталина все-таки было семинарское воспитание, и как-никак он, так сказать, выстраивал какую-то новую религию, он был таким мичурином от политики, тут лишние ветки отстригать, что-то вырастет, и вот папа как раз, он папу любил, он считал, что такая ветка должна размножаться и оплодить новые фрукты, овощи. А вот здесь, в общем-то, ничего нету в этом плане. Здесь такая, в общем, губническая философия, которая говорит об обиженном детстве, вообще такое кладбище детских обид, кладбище детских переживаний. И, с другой стороны, надо сказать, довольно отчаянно мужественная позиция. Если ты достаёшь Финку, то ты знаешь, что и другой достанет Финку. То есть тут это… Запад очень неправ, когда считает, что там можно дать слабину и так далее, и так далее. Тут будет метафизика до конца, до конца, включая бомбу, включая всё, что угодно. Тут, в общем, пощады никому не будет, потому что, как ни странно, губничество превратилось в новое божество. Собственно, об этом я вот написал книгу «Продолжение хорошего Сталина. Великий гопник». Это, конечно, удивительно, как на этой равнине выросли такие сорняки. И их, в общем-то, миллионы. И они, конечно, дают поддержку главному человеку. Я думаю, что наша общая ошибка всех была в том, что мы совершенно безобразно не просчитали ту самую цивилизацию, тот самый народ, который живёт восточнее от вас. Не просчитали. И тут либералы виноваты. Вообще, мы испытываем второй раз крушение либерализма. Первое – это было в октябре 1917 года. Они не справились. Были интересные, сильные ребята, не справились. Разгромили, все откатились в разные стороны или ушли на небо. И второй раз, 24 февраля, мы испытали второй раз страшное потрясение, крах либерализма, который до сих пор плохо осознаётся. Я имею в виду российского либерализма. Но в том числе отчасти, Дима, и западного. Отчасти. Там, в общем, конечно, есть мощные традиции, и либерализм работает, и, слава Богу, на него можно опереться. Но русский либерализм разлетелся на части. Вы помните, конечно, вы образованный человек, что Розовым сказал, что среди причин русской революции, значит, вот, октября 1917 года, нет ни одной нелитературного содержания. Я бы тут сказал, что среди вот этих причин нынешних почти нет ни одной причины нелиберального содержания. Потому что либерализм показал себя настолько слабым, что против него можно было вот это вот поле вот этих вот сорняков выстроить, и оно двинулось. Двинулось на Запад. И не только в сторону Украины. Вообще. Понимаете, вот это никто не готов признать. Собственно, вот крах в 1917 году, там было большое количество мудрых философов, вы тоже их знаете. И, в общем, анализы были разносторонние и довольно убедительные. Сейчас, в общем, мир сильно поглупел за этот век. Философов мало и там, и здесь, и на Западе, и на Востоке. И поэтому даже этот анализ вот краха либерализма, его просто фактически не существует. Ты, оказывается, моментально в одиночестве, если начинаешь об этом говорить. Но если это не проанализировать, в общем, тогда, конечно, просто вот эта вот метафизика, помимо того, что ещё будет добро и зло, это ещё будет впотюмка. Понимаете? Потому что непонятно будет, а в чём дело этого, почему это всё произошло. Вот я считаю, что вы действительно, как человек образованный и много видевший, много читавший, тоже вот загляните в эту сторону либеральную, и надо тут посмотреть. Мы очень-очень сильно подставились. И русская литература во многом виновата. Вот сейчас тут ноги обрадуются. Русская литература очень подняла маленького человека. Понимаете? Она задрала его так высоко, поставила на пьедестал, потому что, чтобы победить царизм, нужно было сделать маленького человека страдальца и жертву. Страдальца и жертва, потому что если он говно и никто, то нафиг вообще стараться. И вот это всё поднялось. Макар и Девушкины выросли вообще прям как грибы. Но потом Достоевский, разобравшись, всё-таки в конце концов вместо Макара Девушкина написал Смердякова и оказался гораздо более прав, если мы не берём его в политическую зону, где он был всегда неправ. А вот эту зону он, конечно, отобразил. Вот видите, здесь русская литература дала возможность тем самым гнилым утопиям, которые в конечном счёте привели к тому, что вот скоро год, как продолжается эта метафизическая схватка. Продолжение следует... Продолжение следует...